Белорусская вышивка – традиционный вид народного творчества. Узоры орнамента несли определенный смысл. Служили не только украшением одежды, предметов быта, интерьера, но и защитным оберегом. Наши предки в совершенстве владели этим искусством, который сейчас не всем под силу освоить. Эти знания трепетно передавались из поколения в поколение, сохраняя вековые традиции и житейскую мудрость. В семье мастера по вышивке Натальи Мртесюк именно так и было. Еще будучи маленькой девочкой, бабушка обучила ее всем тонкостям этого искусства. Бабушка таким образом пыталась заинтересовывать. То есть она брала с собой ткань, она брала с собой иголки, нитки, что было, и учила вышивать и показывала. Вот смотри, вот сюда иголочку вкалываешь, сюда вот так протягиваешь ниточку, это получается крестик. И потом это было настолько интересно, что ходила по дому, смотрела, разыскивала какие-то мотивы, которые так разбить можно было на квадратики, и говорила, бабушка, бабушка, смотри, вот это тоже можно вышить. Бабушка, смотри, вот это тоже можно вышить. И когда ты живешь, растешь, наблюдаешь это все в своей жизни, ты наблюдаешь, как бабушка ставит кросс, как она занимается ткачеством, ты видишь, как она вышивает, как она учит этому тебя, и постепенно-постепенно у тебя прививается тоже к этому любовь, интерес. Белорусская вышивка, как вид ремесел, не утратила свою актуальность, живет и развивается и в наши дни, в том числе благодаря таким мастерам, как Наталье Мартысюк. А для того, чтобы у талантливой рукодельницы была возможность познакомить подрастающее поколение с аутентичным творчеством, специалисты Центральной городской библиотеки имени Пушкина предоставили площадку и время в рамках проекта «Мозаика ремесел». В рамках проекта «Мозаика ремесел» на базе нашей библиотеки с января месяца работает этот проект. Мы ставили его задачи, открыли именно к году качества, чтобы показать, насколько ремесленники, мастера, люди, которые настолько качественно и душевно, и с таким большим сердцем подходят к своему ремеслу. Наша задача была, как социокультурного центра, как библиотеки новой информации, показать их, потому что наша площадка уникальна. Мы здесь можем дать слово каждому человеку, который чем-то уникален, а ремесленники, мастера уникальны все. И всегда немножко нам обидно, что мало о них знает. Наша задача была их открыть. Белорусская вышивка и творчество – это своеобразная летопись народа, некий шифр для жизни. Эту систему передачи информации использовали на предметах быта и одежды. А потому так интересно узнать историю белорусской вышивки, разобраться в символике и народном достоянии, вдохновиться творческими работами и, быть может, обрести новое хобби. Спасибо.